На данный момент более тысячи иностранных студентов из 17 стран получают высшее образование в Брестском государственном университете имени Пушкина. Юноши и девушки из Казахстана, Китая, России, Словакии, США, Туркменистана и других стран стали частью большой университетской семьи, живут насыщенной студенческой жизнью, участвуют в различных проектах, одним из самых ярких, среди которых является ежегодный фестиваль иностранных студентов. Музыка Такой вид взаимодействия с иностранными обучающимися становится традиционным. В фестивале продолжался три недели и сегодня итоговый концерт о творчестве иностранных студентов. И очень приятно то, что вместе с иностранными студентами, конечно же, в этих мероприятиях участвовали и наши белорусские студенты. И это в полной мере реализовывается то направление, которое мы называем диалогом культур. На протяжении трёх недель фестиваля прошло 86 тематических мероприятий, на которых иностранные студенты имели возможность поделиться своей культурой и традициями, показать свои таланты в абсолютно разных сферах. Заключительный день форума стал подведением итогов. Победители и призёров ждали заслуженные награды, а артисты галоконцерта из разных стран удивляли зрителей своим творчеством. Я из Туркменистана приехала уже четвёртый год, тут живу. Освоили русский язык, как бы сказать, с нуля. Фестиваль даёт нам ощутить, живя в чужой стороне, ощутить себя как дома. И оно даёт нам показать свои культуры, таланты. Я из провинции Хуэнань на юге Китая. Сюда я прилетел учиться шесть месяцев назад и обучаюсь на факультете физического воспитания и спорта. Мне очень нравится сам город, дружелюбные люди. Мне здесь нравится и учёба, и этот замечательный фестиваль. Фестиваль зародился ещё 12 лет назад, его инициаторами стали сами студенты. Теперь этот проект является ещё одной доброй традицией вуза, которая передаётся из года в год и объединяет ребят из самых разных уголков мира в учёбе, творчестве и тёплых дружеских отношениях. Людмила Логодич, Александр Воронин и Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктовая».